Древняя группа английских художников-последователей Уильяма Блейка. История группы началась летом 1818 года, когда молодой художник Джордж Камберленд-младший познакомил Блейка со своим 26-летним учителем, успешным художником и гравером Джоном Линьеллом. Блейк был тогда в бедственном положении и Линьелл пообещал помочь ему с работой. Линьелл действительно помог Блейку, уговорив своего домашнего врача Дэра Роберта Джона Торнтона заказать Блейку серию иллюстраций к так называемым «Пасторалям Вергилия». Иллюстрации, выполненные в технике ксилографии и опубликованные в 1821 году имели потрясающий успех, особенно у группы молодых художников, которые объявили Блейка своим вождем и наставником, называя его истолкователем о себя древними. В этом названии группы отражены мечты о золотом веке, а в своем творчестве художники стремились к наивности и безыскусности. В отличие от академического искусства того времени, древние проводили регулярные встречи в доме истолкователя. Последней квартире Блейка в доме номер 3 – Фаунтинкорт Стрэнд. А замена загородной дачи Палмера в деревне Шорхэм Кент. Группу составляли Эдвард Калверт, Фредерик Титим, Сэмюэл Палмер, Джордж Ричмонд. С группой ассоциировались также Фрэнсис Оливер Финч, Генри Уолтер, Уэлби Шерман, Джон Дежа и Крат Кэйлзе, кузен Палмера, Артур Титим, брат Фредерика Титима, Джулия Титим, сестра Фредерика Титима, ставшая женой Джорджа Ричмонда. Галерея. Галерея.